Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица. Часть первая. Беглецы. Глава первая. Чрезвычайное происшествие. Генка и Славка сидели на берегу Утчи. Штаны у Генки были закатаны выше колен, рукава полосатой тельняшки выше локтей. Рыжие волосы торчали в разные стороны. Он презрительно посматривал на крохотную будку лодочной станции и, болтая ногами в воде, говорил. — Подумаешь, станция. Прицепили на курятник спасательный круг и вообразили, что станция. Славка молчал. Его бледное, едва тронутое розоватым загаром лицо было задумчиво. Меланхолически жуя травинку, он размышлял о некоторых горестных происшествиях лагерной жизни. И надо было всему случиться именно тогда, когда он, Славка, остался в лагере за старшего. Правда, вместе с Генкой. Но ведь Генке на все наплевать. Вот и сейчас он, как ни в чем не бывало, сидит и болтает ногами в воде. Генка действительно болтал ногами и рассуждал про лодочную станцию. — Станция. Три разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают. И нечего фасонить. Написали бы просто. Прокат лодок. Скромно, хорошо, по существу. А то станция. Не знаю, что мы Коле скажем. Вздохнул Славка. Причем тут мы. А если он будет выговаривать, то я ему прямо скажу. Коля, надо быть объективным. Никто тут не виноват. И вообще в жизни без происшествий не бывает. И он с философским видом добавил. — Да без них и жизнь была бы неинтересной. Без кого без них? Без происшествий. Вглядываясь в дорогу, идущую к железнодорожной станции, Славка сказал. — Ты лишен чувства ответственности. Генка презрительно покрутил в воздухе рукой. Чувства, ответственность, красивые слова, фразеология. Каждый отвечает за себя. А я еще в Москве предупреждал. Не надо брать в лагерь пионеров. Ведь предупреждал, правда? Не послушались. Нечего с тобой говорить. — Равнодушно ответил Славка. Некоторое время они сидели молча. Генка, болтая ногами в воде, Славка, жуя травинку. Июльское солнце пекло неимоверно. В траве неутомимо стрекотал кузнечик. Речка, узкая и глубокая, прикрытая нависшими с берегов кустами, извивалась меж полей, прижималась к подножиям холмов, осторожно обходила деревни и пряталась в лесах, тихая, темная, студеная. Из приютившейся под горой деревни ветер доносил отдаленные звуки сельской улицы. Но сама деревня казалась на этом расстоянии беспорядочным нагромождением железных, деревянных, соломенных крыш, утопающих в зелени садов. И только возле реки, у съезда к парому, чернела густая паутинка тропинок. Славка продолжал вглядываться в дорогу. Поезд из Москвы уже, наверное, пришел. Значит, сейчас Коля Севастьянов и Миша Поляков будут здесь. Славка вздохнул. Генка усмехнулся. — Вздыхаешь. Типично интеллигентские охи-вздохи. — Эх, Славка, Славка, сколько раз я тебе говорил. Славка встал, приставил ладонь козырьком к колбу. — Идут. Генка перестал болтать ногами и вылез на берег. — Где? — Хм, действительно идут. Впереди Миша, за ним... Нет, не Коля. Мальчишка какой-то. Коровин. Честное слово, Коровин. Беспризорник бывший. И мешки тащат на плечах. Книги, наверное. Мальчики вглядывались в маленькие фигурки, двигавшиеся по узкой полевой тропинке. И хотя они были еще далеко, Генка зашептал. — Только имей в виду, Славка, я сам объясню. Ты в разговор не вмешивайся, а то все испортишь. А я, будь здоров, я сумею. Тем более, Коля не приехал. А Миша что? — Подумаешь. Помощник вожатого. Но, как ни храбрился Генка, ему стало не по себе. Предстояло неприятное объяснение.